8 июня свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых гуманных профессий. Наша съемочная группа в этот день побывала в двух социальных учреждениях региона. В комплексном центре социального обслуживания населения в Пустозерском доме-интернате. Александра Литкова продолжит тему. Ульяна Сизоненко с будущей профессией уже определилась. Девушка планирует получить образование психолога и работать с детьми. Говорит, летнее трудоустройство в комплексном центре социального обслуживания – хорошая возможность получить начальные навыки. В основном я сижу с документами, перебираю их по группам разным, в разный промежуток времени. Потом их подшиваю всех. Еще также помогаю здесь психологу Марии Юрьевне, схемки для детей рисую с ней, с детьми, собственно, сама тоже сижу иногда. Стоит отметить, школьники подрабатывают здесь каждое лето, а сотрудники центра всегда остаются довольными их работой. Курирует ребят социальный работник с 25-летним стажем Татьяна Присижная. Девочки к нам и мальчики приходят к нам на практику, как, например, с заветехникума помогают нам. И вот приходят такие 14-летние, 15-летние летом работать. Они, конечно, все молодцы, очень хорошо помогают. И вот в данном случае Ульяна очень исполнительная девочка. Она буквально схватывает все на ходу. В систему социального обеспечения помимо органов соцзащиты и комплексного центра социального обслуживания также входит дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов. Сейчас здесь проживает 80 человек, уход за которыми осуществляет 6 сотрудников. Наши проживающие, наш коллектив – это одна семья. Невозможно быть равнодушным к судьбе. Нужно либо в этом вариться, либо нет. Либо здесь не работать, потому что по-другому никак. Нужно обязательно вложить. Есть очень такие сложными судьбами люди. Есть вот кто-то из них без ног, без рук, ну какие-то вот свои эти. И поэтому и по характеру очень сложные. Но чем сложнее, тем интереснее. Ну для меня, по крайней мере. И для всей вот моей такой команды. Как отметил председатель окружного парламента Александр Лутовинов, в системе социального обслуживания работают неравнодушные специалисты, которые воспринимают свою работу как призвание всей жизни. Это люди, которые дадут особой информации. Это люди, которым присущи величайшее терпение, сострадание. Это не каждому дано. Потому что могут люди разумом это понимать, но порой не так просто это сделать. Поэтому это особое качество человека, особое качество души. Глава региона Юрий Бездудный поздравил сотрудников социальной сферы на рабочих местах в комплексном центре социального обслуживания. Свои награды в торжественной обстановке в этот день получили лучшие представители этой сферы, а также ветераны отрасли. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.